Продолжение следует... Я глубоко уверен в том, что любые попытки тоталитарно-либеральных режимов Запада отменить Россию, лишь выдают их маниакальную веру в то, что весь мир вращается вокруг них и повинуется их пожеланиям и приказам. На самом деле это не так. И свидетельство тому тысячелетняя история России, хранящей традиции Александра Невского и Дмитрия Донского, Петра I и Екатерины Великой, Петра Столыпина, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих-многих других. Среди экспонатов выставки модели самолетов Сикорского и Можайского. Радиоприемник 1924 года, конструкции Лосева. А это сконструированный в 1948 году перфузионный аппарат. Хирург Владимир Демихов применял его в своих опытах по пересадке сердца. В 20 веке развитие нашей физической, химической, математической и многих других наук, оно шло несколько обособленно. Но какие результаты? Это и реализация атомного проекта, это космический прорыв, это оборонные технологии самостоятельно, наработанные, тщательно и скрупулезно сформулированные и хранящиеся до сих пор. Мы до сих пор идем на этом наследии. И вот здесь с помощью героев, с помощью рассказа об их судьбах и об их изобретениях, мы как раз пытаемся в первую очередь до школьников донести мысль о том, что какие бы ни были времена, у нашего народа достаточно сил, достаточно внутреннего потенциала для совершения вот таких подобных прорывов. Советский космический проект стал возможен благодаря гениальному конструктору Сергею Королеву, а еще подвигу сотен и тысяч людей, работавших над его воплощением. Без русских мир был бы другим. Конструкторы, ученые, мечтатели, первооткрыватели, гениальные мыслители и провидцы, романы Достоевского и фильмы Тарковского, музыка Сверидова и исполнительский талант Елены Образцовой. Кстати говоря, ее неоднократно приглашали переехать в другую страну и не в одну. Предлагали лучшие сцены, особняки, гонорары. Но вот Елена Васильевна в кругу близких признавалась, что никогда она такие предложения не примет, потому что Господь дал ей дар на родине и, соответственно, петь она должна здесь. Экспозицию дополняют цитаты классиков о России. Назначение русского человека есть всеевропейское и всемирное. Это Федор Достоевский, а вот Николай Бердяев. Космополитическое отрицание России во имя человечества есть ограбление человечества. Еще одна цитата. Если бы я хотел родиться кем-либо еще, то только русским. Это слова Эрнеста Хемингуэя, службы информации фонда История Отечества. Субтитры создавал DimaTorzok